О Петре Великом можно говорить долго, спорить о его деяниях, поступках, но никто не сможет отрицать главного. Все, что бы не сделал царь, он сделал для процветания России. Подведение итогов рождественских образовательных чтений стали значимым событием в жизни Одинцовской гимназии номер 13. Они прошли в рамках 19-х московских областных рождественских чтений, которые в этом году посвящены 350-летию со дня рождения Петра Великого. Ученики 5-х классов подготовили масштабный проект. Изначально целью нашего проекта было создание альбома с интересными историями, с биографией Петра I для школьной библиотеки. По завершению проекта дети были счастливы, торжественно вручить библиотеке, созданную им книгу. Младшеклассники с удовольствием у нас исследуют эту книгу, читают, рассматривают иллюстрации, потому что дети легче доносят до детей информацию. В ходе подготовки альбома дети так прониклись Петровской эпохой и модой того времени, что помимо заветной книги появился еще один новый экспонат для школьного музея. Композиция под названием «Набал». Коллективная работа, которая объединила усилия детей, учителей и родителей. Наша творческая композиция, иллюстрирующая Петровский костюм, который вы делали совместно с учителями технологии, совместно с учителями ИЗО. Работа над проектом велась три месяца. За это время ребята узнали много нового не только в рамках школьной программы. Воссоздать духовную картину эпохи Петра Великого детям помогали настоятель храма Пресвятой Богородицы, отец Никита, и руководитель школьного музея Олеся Князева. Ребята услышали истории о том, как вера царя не раз спасала его. Так в 1694 году царь со святой попал в сильную бурю в Белом море. После спасения Петр самолично сколотил огромный деревянный крест и поставил его в том месте на берегу, где выбрался на сушу после спасения. На Рождество многие побывают на торжественной службе в церкви. Вот этот Петр Первый тоже любил ходить туда. Петр Первый любил петь на клиросе и читать апостола. Делал все это в только что построенном им Святотроицком храме. Московские областные рождественские чтения стали доброй традицией. Под руководством опытных наставников обучающиеся образовательных школ погружаются в историю, изучают родную культуру и выражают себя в творчестве. Эта деятельность – важная часть духовного становления каждого ребенка. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.